Здесь у меня килограмм клубники. Клубнику я вот выбрала мелкую. Есть, конечно, чуть-чуть покрупнее, но в основном мелкая у меня. Мелкие получаются красивее варенье и не развариваются. Вот, сначала промываем хорошенечко с ветками вместе. После того, как промыли, даем стечь воде, потом уже отрезаем ветки. Ветки вот я вот отсюда отрезаю, не отрываю. На килограмм клубники, килограмм сахара. На килограмм сахара берем один неполный стакан горячей воды, кипятка, чтобы сахар быстрее сварился. Где-то чуть больше половины. Я сюда сразу же наливаю сок половины лимона. Это где-то две столовые ложки получается. Лимон добавляю заранее. Сироп, чтобы не засахарился. И плюс, если будем добавлять, ну, потом будем добавлять ягоды, чтобы цвет оставался таким же ярким. Хорошенечко перемешиваем. Перемешиваем все время, пока сахар не растворится. Видите, начинает закипать сироп. Выключаем плиту. Выключаем сразу же. И добавляем наши ягоды. Добавляем. Слегка перемешиваем. Не то, что перемешиваем. Вот эти верхние надо, чтобы они утонули в сиропе. Я вот это делаю силиконовой лопаточкой, чтобы не травмировать ягоды. Прошло 4 часа. Клубника пропиталась сиропом. Отдала свой еще дополнительный сок. Значит, второй раз ставим. Даем закипеть. Аккуратненько мешаем только силиконовой лопаточкой. Либо вообще можно не мешать, просто потрясти. Ставим на сильный огонь. На максимально сильный. Чтобы клубника очень быстро закипела. Если варить долго на медленном огне, она потемнеет. Вот клубника закипела, но еще не по кругу. Пока только середина. Когда пойдет кипение по кругу, оттуда ведем отсчет где-то 5 минут. Вот кипение идет уже по краям. Нужно следить за этим обязательно, чтобы не сбежало. Вот теперь кипение идет повсюду. Отсюда ведем отсчет 5 минут. Вот кипение идет повсюду. Все. Выключаем. 5 минут прошло. Убираем с плиты. И даем остыть. Я оставлю на всю ночь. Буду доделывать утром. Пену убираем. Чтобы убрать пену, нужно его встряхнуть. Потом повернуть, еще раз встряхнуть, чтобы пена собралась посередине. Все. Когда пена собралась посередине, можно ее собрать. Так. Сейчас уже утро. Ставим на плиту в третий раз. Посмотрите, какой красивый цвет уже пропитались ягоды сиропом всю ночь. Ну, как всю ночь? У меня прошло где-то 8-9 часов. Можно сделать с утра и оставить до вечера, получается. Ставим на максимальный огонь. Одновременно стерилизуем банки и крышки. Продолжение следует... Проверяем на готовность. Вот так вот ложечку наливаем в блюдце или в тарелку. Даем слегка остыть. Проводим пальцем. Если сироп не сходится, значит, он готов. Вот. Мое варенье готово. Выключаю. Если переварить это варенье, получается, ну, все ягоды разварятся. А если не доварить, то он очень быстро испортится зимой. Ну, до зимы не доживет. Поэтому надо вот в меру. С момента, как закипела, варила я 10 минут. 10-12 минут. Вот так вот. С момента вот так вот, как закипела. Все, плита у меня горячая, я убираю ее с плиты. Вот так вот по кругу встряхиваем. Видите, вся пена собралась посередине. Теперь ее легко убрать. Пену оставлять нельзя. Потом может испортиться варенье из-за этой пены. Но выбрасывать тоже не стоит, потому что она очень вкусная. Ее можно просто съесть. Разливаем по баночкам, пока горячие. Сначала рекомендуется ягоды положить, потом уже сирот сверху. Сначала рекомендуется ягоды. Закрываем горячими крышками. И переворачиваем. Вот такое варенье у нас получается. Вот, ни одна не разварилась. Цвет вообще красивейший. Такое ощущение, как будто бы специальной краской покрасили. Пока вот такая жидкая, пока она горячая. Вот какая она жидкая, пока горячая. То есть в баночках собираем в таком виде горячим, потому что она еще там дойдет. У меня и банки горячие, и варенье горячие, и крышки горячие. Все горячие. Так с ним ничего не случается. Покажу вам. Сейчас остынет. Покажу вам, когда остынет, какой будет сироп. Значит, повторяю рецепт. Первый раз кладем в сироп, даем остыть. Второй раз варим 5 минут после того, как закипело. Третий раз варим 10 минут. Все, сразу разливаем, убираем пену, разливаем по баночкам. Вот так вот она выглядит в остывшем виде. Вот уже как сироп загустел. То есть вот после остывания в баночке они будут вот такие вот. Сейчас покажу вам вот так вот на белой тарелке, по цвету как. Вот такие вот целые. Ни одна клубничка не разварилась. Сироп прям то, что надо. Ни жидкий, ни густой. Прям идеальный. Не знаю, мне очень нравится. Надеюсь, и вам понравится. А цвет вообще обалденный. Ну а у меня все. Всем, кто будет делать это клубничное варенье, Желаю приятного аппетита. Надеюсь, вам все понравилось. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok